Уникальная методика используется сегодня в 312 детском саду Красноярска. Это японский театр рассказа Камишибай. Но не только этим прославилось теперь дошкольное учреждение. Именно здесь работает лучший воспитатель года города Красноярска. Эту методику воспитатель 312 детского сада Зоя Викторовна Гюнтер открыла для себя год назад. Идея создания такого театра рассказов у себя в группе, она загорелась сразу. Сама заказала в интернете экспериментальное оборудование. Но если бы не поддержка заведующей, то из затеи ничего бы не вышло. Все педагоги творческие люди. И если не поддерживать инициативу педагогов, я боюсь, что мы не сдвинемся с мертвой точки. А поскольку федеральные государственные образовательные стандарты сейчас все-таки говорят о том, что педагог должен быть другой и должен обладать другими компетенциями, то я думаю, каждый опыт надо поддерживать и развивать. В течение года ноу-хау обкатывали в группе. И как показала практика, после таких мини-спектаклей, где творцами выступают сами ребятишки, они с удовольствием пересказывали прочитанное и даже сами составляли свои рассказы. Вот тогда Зоя Гюнтер и поняла, что такую методику нужно внедрять более широко. Самое главное, то есть, понимаете, ребенок идет, когда в школу, да, взрослые, и порой родители стремятся ребенка научиться читать, да, вот в знаке русского языка. А он читает, прочитывает задачу, задачу любое произведение, не может смысла понять, что там. А технология продуктивного чтения, она направлена на то, чтобы ребенок осмыслил, да, содержание прочитанного. Именно свою адаптированную под российские условия технологию она показывала жюри конкурса «Воспитатель года города Красноярска» и стала лучшей среди лучших. «Воспитатель года города Красноярска» становится Зоя Викторовна Гюнтер. Этот конкурс уже второй. Идея проводить его в Красноярске созрела не случайно. В район-центре уделяется особое внимание дошкольному образованию. Строятся новые и ремонтируются существующие детские сады, развивается система частного дошкольного образования. И сейчас особенно важно, кто будет работать в детских садиках. «Воспитатель должен беспокоиться, болеть за ребенка, радоваться его успехам, не очень обижаться, когда ребенок непослушный, и стараться методично делать так, чтобы ребенок рос, умнел и готовился к следующему этапу своего образования. Это очень сложная профессия. Я думаю, что она очень и очень непростая». В этом году свои силы в конкурсе пробовали 39 лучших педагогов детских садов Красноярска. И только 10 из них вышли в финал. Из этой команды профессиональное жюри выбрало победительницу. Теперь Зоя Гюнтер думает, куда потратить 300 тысяч рублей, которые она получила как лучший воспитатель года Красноярска в 2015 году. Остальные 9 участниц стали лауреатами конкурса и отмечены премиями 50 тысяч рублей каждая. Ирина Сергеенко, Николай Островский. Новости.